Коллеги, добрый вечер. Начинаем очередной вебинар, который посвящен особенностям использования динамических протоколов обмена маршрутами, так называемых роутинг протоколов. Ну, моя фамилия Нариманов, зовут меня Андрей. Я являюсь экспертом в направлении роутинг-свичинг, поэтому использование роутинг протоколов – это моя любимая тема вообще-то. Значит, прежде всего, о чем я хотел бы вам напомнить. Значит, курс компании Cisco Systems, который называется Route и посвящен как раз использованию роутинг-протоколов – это курс, который входит в трек Cisco Certified Network Professional в направлении роутинг-свичинг. В этом курсе рассматриваются динамические протоколы обмена маршрутами, которые по-английски называются роутинг-протоколами, а вот по-русски имеется, к сожалению, некоторая путаница. Соответственно, в стете TCP IP на сетевом уровне работают два типа протоколов. Роутед протокол – это протокол IP. Его задача – передать пакет входящего интерфейса маршрутизатора на исходящий интерфейс маршрутизатора. Для того, чтобы это сделать, этому протоколу нужна таблица маршрутизации. А вот таблицу маршрутизации для протокола IP заполняют роутинг-протоколы. К сожалению, и то, и другое на русский язык переводится как протокол маршрутизации, из-за этого иногда возникает некоторая путаница. Значит, мы с вами будем изучать роутинг-протокол. На этом слайде перед вами представлена инфраструктура современной сети. Соответственно, она представлена не полностью, все элементы сети здесь не показаны, но основные элементы здесь есть. Прежде всего, у нас имеется некий кампус, который построен на коммутаторах. К этому кампусу, к его магистральным маршрутизаторам подключен специальный модуль, который позволяет мне кампус подключить к удаленным офисам. Либо через интернет, как здесь показано, либо через ван-каналы, если эти ван-каналы у меня есть. Ну, какие-нибудь, например, спутниковые каналы мои собственные. И вот, собственно говоря, нам надо определить, где в этой сети место роутинг-протокол. Ну, соответственно, это место показано на следующем слайде. В самой кампусной сети используется группа протоколов, которая относится к так называемым интерьер-детвей-протоколам. Сокращенно, это EGP. Соответственно, EGP-протоколы, это протоколы, которые могут работать только в сетях, находящихся под единым административным управлением. То есть, только внутри корпоративной сети, где хозяин один. И этот хозяин определяет, какие маршруты должны объявляться, какие маршруты не должны объявляться, каковы метрики маршрутов должны быть, как их надо изменить и так далее. Вот, соответственно, такие сети относятся к сетям, в которых работают EGP-протоколы. Соответственно, другая группа протоколов, это группа экстериор-детвей-протоколы или EGP-протоколы, которые работают в сетях, не находящихся под единым административным управлением. Ну, характерный пример такой сети, это интернет. Соответственно, в группу протоколов EGP в настоящее время входит один-единственный протокол, который называется Border Gateway Protocol. Вот, таким образом, здесь мы явно видим, что в нашей кампусной сети на сетевом уровне должны работать EGP-протоколы, либо USPF, либо EGRP, либо ISICE, относящиеся к современным роутинг-протоколам. Ну, и также, если имеются ван-каналы, то на этих ван-каналах для подключения между кампусом и удаленными офисами также могут использоваться EGP-протоколы. Сюда еще включен RIP-версии 2. Ну, откровенно говоря, компания Cisco Systems продолжает рекомендовать использовать этот протокол. У меня есть некоторые сомнения относительно целесообразности его использования. Но, кто я такой, чтобы спорить с компанией Cisco Systems, если она считает, что можно использовать RIP-версии 2, будем считать и мы таким же образом. Соответственно, когда вы подключаете удаленные офисы к вашей штаб-квартире, к вашей кампусной сети через интернет, в этом случае вы вынуждены пользоваться BorderGTA-протоколом. Ничего другого в интернете не работает. Соответственно, поскольку протоколов, роутинг протоколов много, то надо иметь какие-то критерии для того, чтобы выбрать, каким протоколом пользоваться. Ну, вот некоторые критерии приведены на этом слайде. К числу относятся размер сети. Понятно, что никакой протокол RIP в большой сети работать принципиально не может. Поэтому речь идет о выборе между EGRP, OSPF и ISAIS. Соответственно, использование, поддержка нескольких производителей. Соответственно, речь идет о том, что протокол EGRP всегда был проприетарным протоколом компании Cisco Systems. Компания Cisco Systems только в 2012 году этот протокол стандартизовал. Но, насколько мне известно, по крайней мере, мне пока неизвестно никакой другой компании, кроме компании Cisco Systems, которая бы поддерживала протокол EGRP. Поэтому, если у вас оборудование телекоммуникационное от разных производителей, то целесообразно воспользоваться протоколом OSPF или ISAIS. Ну и последний критерий, хотя с точки зрения использования протоколов, с моей точки зрения, он самый важный. Знание. Ваше знание о конкретном протоколе. Если вы знаете, как работает OSPF, но не знаете, как работает ISAIS, тогда понятно, что целесообразно восстановить у себя OSPF. Следующий критерий – протокольные характеристики. То есть, в частности, какой тип роутинга алгоритма используется. Дальше мы немножко поподробнее о роутинг алгоритмах поговорим. Но с практической точки зрения, например, если вы поддерживаете у себя в сети MPLS VPN технологию и хотите там использовать механизм трафик инжиниринг, в этом случае вы должны у себя воспользоваться только протоколом OSPF или ISAIS. Потому что только эти два протокола, они используют один и тот же алгоритм, алгоритм D-Extra, позволяют переносить специальные дополнительные метки, которые позволяют вам использовать механизм трафик инжиниринг. Соответственно, следующая протокольная характеристика – время конвергенции. Соответственно, время конвергенции – это время синхронизации таблиц маршрутизации всех транзитных устройств после изменения сетевой тополом. Ну и с точки зрения использования такого критерия, как время конвергенции, понятно, что протокол RIP существенно проигрывает таким протоколом, как OSPF, ISAIS или EAGRP из-за того, что время конвергенции последних – порядка одной секунды, а время конвергенции RIP несколько минут, до пяти минут может достигать. Ну и, наконец, такой критерий, как расширяемость. Значит, с точки зрения расширяемости протокол EAGRP существенно предпочтительнее по сравнению с протоколом OSPF. Поэтому, в общем, все критерии, которые компания Cisco Systems привела, они, в общем-то, вполне реальные рабочие критерии. Ну и, значит, когда мы сравниваем интерьер гитвей протокола с экстериор гитвей протоколами, можно сказать следующее, что протокол BGP, который, собственно говоря, только и входит в группу EGP протоколов, отличается от любых GP протоколов тем, что это единственный протокол, который осуществляет маршрутизацию по правилам. Если маршрутизацию по правилам представить в таком максимально простом виде, то выглядеть это будет следующим образом. Я хочу, чтобы пакеты от меня в сеть 10.1.1.0 шли не через маршрутизатор R1, а через маршрутизатор R2. На вопрос почему, ответ не почему. Потому что я так хочу. Вот, собственно говоря, в этом состоит смысл работы протокола BGP или протокола, который поддерживает маршрутизацию по правилам. Соответственно, если мы начинаем сравнивать алгоритмы маршрутизации, которые существуют в современных сетях, то можно об алгоритмах маршрутизации сказать следующее. Существуют, соответственно, два алгоритма маршрутизации. Дистанционно-векторный алгоритм и LinkState алгоритм. На данном слайде показано, что дистанционно-векторный алгоритм реализован в протоколах RIP версии 2 и Enhanced IGRP и EIGRP. На самом деле, это не вполне точное определение. До тех пор, пока EIGRP протокол был проприетарным протоколом компании Cisco Systems, компания Cisco Systems говорила, что EIGRP протокол работает с дистанционно-векторным, работает с алгоритмом, который называется Diffusion Update алгоритм. Соответственно, алгоритм Dual. После того, как компания Cisco Systems протокол стандартизовала, алгоритм Dual как-то исчез из обращения, а вместо него появился Advanced Distance Vector алгоритм. В качестве альтернативы дистанционно-векторному алгоритму используется LinkState алгоритм или алгоритм Dijkstra. По этому алгоритму работают протоколы OSPF и ISAIS. И, наконец, я уже вам говорил, что протокол BGP – это протокол, который не использует такое понятие, как вообще алгоритм маршрутизации, а использует он маршрутизацию по правилам. То есть, в протоколе BGP отсутствует понятие метрики маршрута. Нет такого параметра, как метрика маршрута. Для определения наилучшего пути в протоколе BGP используются специальные параметры, которые называются атрибуты протокола BGP. И в зависимости от того, как вы эти атрибуты настроите, так и будет построен маршрут протоколом BGP. Ну, что касается быстроты конвергенции, то вот пример конвергенции приведен на этом слайде. имеется штаб-квартира с двумя пограничными маршрутизаторами A и B, и три удаленных офиса – офис A, офис B и офис C. Соответственно, офис B имеет связь с маршрутизатором HQA и HQB. В какой-то момент времени связь между маршрутизатором HQA и бренч B теряется. Соответственно, таблицы маршрутизации должны измениться. Причем таблицы маршрутизации измениться должны на всех маршрутизаторах. На бренч A, на бренч B, на бренч C, на HQA и на HQB. Вот в зависимости от того, как быстро это произойдет, вот это и есть время конвергенции. Чем быстрее изменятся таблицы маршрутизации, тем лучше. Ну и надо отметить, что у современных роутинг-протоколов время конвергенции примерно одинаково. Хотя компания Cisco Systems утверждает, что самый быстрый протокол это протокол enhanced IGRP, лично мне этого на практике наблюдать не пришлось. Примерно одинаково. Одинаково быстро синхронизируется таблица маршрутизации после изменения сетевой топовой. Следующий важный момент в маршрутизации это суммирование маршрутов. Соответственно маршрутизатор A может объявить маршрутизатору B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 маршрутов. Он может их объявить как 8 отдельных маршрутов, а может их объявить как отдельный суммарный маршрут в сеть 10, 12, 0, 0 с префиксом 21. Соответственно суммирование маршрутов в динамических протоколах обмена маршрутами очень важный элемент, но важен он по-разному для разных групп протоколов. Для протоколов группы, входящих в группу EGP, суммирование маршрутов важно, но важно оно не потому, что у вас таблица маршрутизации маршрутизатора B уменьшится. Она и так небольшая. В корпоративных сетях не бывает больших таблиц маршрутизации. Важно суммировать маршруты на магистральный маршрутизатор по совсем другой причине. Для того, чтобы магистральный маршрутизатор начал работать стабильно. Если у вас объявляются 8 маршрутов на магистральный маршрутизатор, и один из этих маршрутов, например 10, 12, 0, 0 с префиксом 24, начал флапиться, то есть он то появляется в таблице маршрутизации маршрутизатора, а то исчезает. В этом случае то же самое произойдет и на маршрутизаторе B. И маршрутизатор A, и маршрутизатор B займутся поисками этого маршрута, будут тратить ресурсы процессора, будут тратить память, следовательно станут работать медленно. Если я объявляю суммарный маршрут на маршрутизатор B, и у меня флапится частный маршрут, то при этом суммарный маршрут продолжает работать стабильно. И соответственно мой магистральный маршрутизатор работает более стабильно. Вот зачем в протоколах EGP нужно суммировать. Другое дело в протоколе BGP. Если мы не будем суммировать маршруты в протоколе BGP, то таблица маршрутизации одного сервис-провайдера может превысить миллион и более маршрут. В современных таблицах маршрутизации одного сервис-провайдера содержится от 500 до 600 тысяч маршрут. Как вы понимаете, это очень много. Но если это значение завалит за миллион, то никакой даже самый мощный маршрутизатор с таким количеством маршрутов не справится. Поэтому суммирование важно и в BGP, и в EGP. Но только по-разному. Следующий момент. С точки зрения протоколов маршрутизации можно любые сети разделить на следующие типы. Сети типа Point-to-Point, сети типа Broadcast и сети типа Non-Broadcast Multi-Access. Соответственно, Point-to-Point сети образуются. И если вы два интерфейса маршрутизатора соединили каким-то кабелем, ну, не знаю, сериальным или Ethernet кабелем, несущественно важно, что у вас на концах этого кабеля два маршрутизатора. По одному с каждой стороны. Соответственно, топология Broadcast образуется, если вы несколько маршрутизаторов подключили к коммутатору. И, наконец, топология Non-Broadcast Multi-Access образуется в том случае... Да, это у меня коммутатор Ethernet. Образуется в том случае, если я между своими маршрутизаторами использую канальный коммутатор, но только не Ethernet коммутатор, а Frame Relay коммутатор, ITM коммутатор или коммутатор X25. В чем тут возникает особенность? Возникает особенность следующая. Значит, и X25 технология, и Frame Relay технология, и ITM технология на канальном уровне не имеет широковещательных адресов, которые имеет технология Ethernet. И в этом случае при работе в топологии Non-Broadcast Multi-Access роутинг протоколов возникают следующие проблемы. И если у вас имеется штаб-квартира и три удаленных офиса, и между ними соответственно стоят Frame Relay коммутаторы, то есть у вас на канальном уровне работает Frame Relay, и вы включили в такой топологии протокол Enhanced IGRP, ситуация будет следующая. Каждый удаленный офис будет объявлять маршруты в штаб-квартиру. То есть штаб-квартира будет знать маршруты всех удаленных офисов. Но штаб-квартира маршруты, полученные от первого удаленного офиса второму и третьему удаленному офису, сообщать не будет. Происходит это из-за того, что в протоколе EGRP для борьбы с петлями используется механизм, который называется Split Horizon или расщепление горизонта. Правило работает следующим образом. Маршрутизатор не имеет права объявлять какие-то маршруты на тот интерфейс, на который этот маршрут был получен. В топологии Frame Relay у меня штаб-квартира имеет интерфейс Serial 00, который подключен ко всем трем удаленным офисам. Поэтому с каждого удаленного офиса маршруты будут приходить на один и тот же интерфейс Serial 00. И, следовательно, они не будут объявляться ни второму, ни третьему удаленным офисам. работает правило сплит-гарайзен. Поэтому если вы хотите в такой топологии использовать Enhanced IGRP, на вот этом интерфейсе сплит-гарайзен надо отключить. Иначе обмена маршрутами не будет. С другой стороны, если в этой же самой топологии я подниму протокол SPF, то у меня штаб-квартира ни одного удаленного офиса не найдет автоматически. Потому что протокол SPF рассылает hello пакеты по мультикастному адресу. А в протоколе SPF не существует канального адреса мультикастного, так называемых мультикастных DLCF не существует. Поэтому для того, чтобы в данной топологии протокол SPF заработал, я должен штаб-квартире явно объявить IP-адреса соседей. Автоматически он их обнаружить не сможет. Ну и еще один момент, поскольку нет широковещательной рассылки, я должен эту широковещательную рассылку в протоколе FrameRlay эмулировать. есть специальная команда, которая позволяет это сделать. Вот такие особенности работы роутинг протоколов на топологии NBMA. Значит, в топологии Point to Multipoint таких проблем не существует. поэтому если вы хотите использовать в такой сети протокол OSPF, то можно поменять тип топологии с NBMA, которая по умолчанию тут поднимется, на топологию Point to Multipoint. Ну, это детали, которые также изучаются в курсе RAW. Теперь следующий момент. Если я собираюсь несколько удаленных офисов между собой соединить через интернет, возникают проблемы? Ну, прежде всего, между этими пограничными маршрутизаторами разных удаленных офисов существует неустановленное, неустановимое заранее количество маршрутизаторов разных сервис-провайдеров. Поэтому, соответственно, мне нужно поддерживать с одной стороны какой-то EGP роутинг протокол SPF, например, а с другой стороны поддерживать протокол BGP и проводить обмен маршрутами между протоколом BGP и протоколом BGP. Значит, кроме того, в моей корпоративной сети все IP-адреса относятся к частному диапазону. В интернете никакие частные IP-адреса не распространяются, распространяются только публичные адресы. Значит, еще придется обеспечивать трансляцию адресов. Ну и, наконец, последнее, самое главное, как только мои пакеты ушли с пограничным маршрутизатором интернет, они стали доступны всем и кому попало. Соответственно, соображения безопасности полностью разрушаются. если я собираюсь соединить несколько удаленных офисов через интернет, я должен использовать специальную технологию, которая называется виртуальная частная сеть или VPN. Соответственно, на этих VPN-ах я также должен поднимать рутинг протокол. Значит, какие VPN-ы известны в современном телекоммуникационном мире? Значит, прежде всего это VPN-ы, которые может построить для своих заказчиков сервис-провайдер. Это так называемые VPN-ы на основе MPLS-технологий. Соответственно, эти VPN-ы бывают двух типов. Бывают L2-VPN-ы, бывают L3-VPN-ы. Это в том случае, если VPN-ы взялся вам строить ваш сервис-провайдер. Если ваш сервис-провайдер не может этого сделать, потому что он, например, технологию MPLS-ы не поддерживает или просто не хочет связываться с этим. В этом случае вы можете VPN-ы построить сами. Это так называемые туннельные VPN. Соответственно, это может быть туннель на базе протокола Generic Route Encapsulation, VPN-ы. может быть VPN на базе технологии IPsec, или это может быть VPN, построенный на базе технологии Dynamic Multipoint VPN. Ну, соответственно, первые две туннельные технологии это технологии стандартные, Грея и IPsec поддерживают все сервис-провайдеры, Dynamic Multipoint VPN это проприетарная технология компании Cisco Systems. Ну, и наконец, вы можете иметь гибридные VPN, то есть частично построенные на базе технологии MPLS, а частично построенные на базе туннеля. Соответственно, с точки зрения технологии MPLS, если вы используете Layer 2 MPLS, то для вас, как для заказчика, кажется, что ваши два удаленных офиса соединены с помощью L2 коммутатора. То есть, вам кажется, что между этими двумя роутерами стоит коммутатор второго уровня. Поэтому роутинг-протокол OSPF маршрутизатора R1 устанавливает взаимоотношения непосредственно с вашим маршрутизатором R2. Как будто между ними есть линк. Если вы строите не вы, а сервис-провайдер строит вам MPLS VPN третьего уровня, вам будет казаться, что между вашими двумя маршрутизаторами находится некий виртуальный маршрутизатор. Поэтому OSPF вам нужно строить между R1 и PE маршрутизатором сервис-провайдера, соответственно, и между R2 и каким-то PE2 маршрутизатором сервис-провайдера. а казаться будет, что это один виртуальный маршрутизатор. Соответственно, построение гре-туннелей это очень старая технология, всеми поддерживается, задача ее очень проста. Соответственно, у вас имеется пограничный маршрутизатор, этот пограничный маршрутизатор принимает IP-пакет, предназначенный для вот этого пограничного маршрутизатора, вернее, даже не для этого пограничного маршрутизатора, а для хоста, который за этим пограничным маршрутизатором находится. Соответственно, IP-адрес источника, IP-адрес получателя в IP-пакете здесь частный. Для того, чтобы эти частные адреса можно было маршрутизировать через интернет, гре-протокол добавляет дополнительный заголовок к этому IP-пакету, в котором адрес источника и получателя становится публичным. И такой пакет через интернет спокойно маршрутизируется. Приходит на второй маршрутизатор, внешний заголовок снимается, и после этого дальше пакет маршрутизируется по частным адресам. недостатком этого протокола является то, что трафик, который идет через интернет, полностью открыт. Поэтому, если вы хотите, чтобы трафик был защищен, поверх протокола гре-протокола вы должны настроить технологию IP-сек. Это, опять-таки, абсолютно стандартный метод, выполняется любыми вендорами, и никаких проблем не вызывает. недостатком этого метода является следующее. Если у вас имеется штаб-квартира и много удаленных офисов, то к каждому удаленному офису вы должны построить свой гре-туннель. Если этих удаленных офисов сотни, значит, у вас должно быть 100 гре-туннелей. Это, по крайней мере, против. Поэтому существуют технологии, которые называются Multipoint Grie, которая позволяет вам в штаб-квартире иметь один туннельный интерфейс, к которому будет подключаться сколько угодно удаленных офисов. В этом случае на удаленных офисах у вас может быть протокол гре-туннельный может быть протокол ингре-туннельный в штаб-квартире обязательно ингре-туннельный В этом случае у вас между удаленными офисами и штаб-квартирой существуют постоянные виртуальные защищенные каналы. А между удаленными офисами если вам нужно установить связь минуя штаб-квартиру протокол МГРЕ это также позволяет сделать. Строятся динамические туннели между удаленными офисами осуществляется обмен информацией защищенной после этого туннели эти разрушаются. Ну соответственно теперь пару слов о протоколе РИП хотя я уже говорил что совсем не люблю этот протокол. Значит протокол РИП дистанционно-векторный протокол то есть он метрику маршрута считает по количеству транзитных узлов. Соответственно если у меня имеется такая схема которая приведена на этом слайде PC1 и PC2 соединены через 100 мегабитный канал либо через 3 гигабитных канал. Соответственно если я в такой сети поставлю протокол РИП всегда будет выбираться маршрут через медленный канал потому что количество транзитных узлов меньше здесь чем здесь а протокол РИП на скорость в канале не смотрят вообще соответственно в курсе РОД изучается протокол РИП но не для версии IPv4 он в курсе ICND1 изучается а для РИП версии для извиняюсь протокола IP версии 6 и вот здесь приведено сравнение этих протоколов видно что протоколы абсолютно одинаковы за исключением только одного тут используется IPv6 адреса мультикастные а здесь используется IPv4 адреса мультикастные все остальное полностью одинаково и следовательно время конвергенции его также плохое вот поэтому если вы захотите использовать протокол РИП нервис генерейшен у себя то вам нужно следующее сделать для начала включить маршрутизацию IPv6 для этого используется команда IPv6 Unicaster РУК после этого вы должны настроить протокол РИП IPv6 роутер РИП после этого вы должны на IPv6 указать адреса либо с помощью команды IPv6 адрес либо с помощью команды IPv6 после этого на интерфейсах вы должны вот этот самый РИП прописать IP адреса он возьмет с интерфейсов сам вот ну на этом мы о протоколе РИП говорить закончим поговорим о более интересном протоколе соответственно EJRP протокол протокол EJRP вообще это базовые настройки изучаются в курсе ICND часть вторая а вот в курсе РОУД уже изучается использование как бы это сказать интеллектуальное использование данного протокола но в частности какой есть недостаток у протокола EJRP если какой-то маршрутизатор потерял маршрут в какую-то сеть ну вот например на этом слайде показано что имеется сеть 192 168 14 с префиксом 24 маршрутизатор R1 маршрут в эту сеть потерял потому что ее перестал объявлять соседа или потому что этот сосед перестал мне присылать хлоу пакеты и следовательно маршрутом который он мне прислал я больше доверять не могу в этом случае если у меня в таблице топологии отсутствует другой путь в сеть 192 168 14 0 я рассылаю специальные запросы которые называются query соответственно этот запрос я посылаю маршрутизатор R2 если маршрутизатор R2 этот маршрут получал от меня естественно он мне ничего не ответит он в свою очередь будет рассылать запросы своим двум другим соседям и если они опять-таки получали эти маршруты от R2 то они R2 ничего не ответит а будут рассылать маршруты дальше на R5 R6 R7 R8 и так далее вот поэтому соответственно в этом случае может настать ситуация которая называется stack inactive roads то есть соответственно маршрутизатор R1 никогда не узнает как бы знает кто-нибудь вообще в сети другой маршрут 192 168 14 0 или не знает вот для того чтобы эту ситуацию несколько разрулить используется механизм EIGRP STAP соответственно EIGRP STAP позволяет ограничить распространение EIGRP query запроса соответственно если я маршрутизаторы 5,6,7,8 объявил стаб роутерами то они об этом сообщают маршрутизаторы R3 и R4 и если R3 и R4 не знает пути в сеть 192 168 14 0 он на стаб роутеры запросов уже слать не будет соответственно если я еще R3 и R4 объявлю как стаб роутера то запросы с R1 дойдут до R2 и остановятся вот здесь вот поэтому механизм который позволяет эффективно бороться с распространением ненужных квери в сетях со сложной топологией соответственно следующий момент важный это то что у меня в моей современной сети может работать механизм который называется dual stack когда у меня на интерфейсах есть IPv4 адреса IPv6 в этом случае я должен для IPv4 использовать один EGRP протокол а для IPv6 использовать другой EGRP протокол EGRP для IPv6 существует механизм который называется именованный протокол EGRP в этом случае в одном и том же протоколе я могу объявлять и IPv4 адреса и IPv6 адреса делается это с помощью команды роутер EGRP и здесь я указываю не номер автономной системы а указываю какой-нибудь имя после этого я могу в режиме конфигурации маршрутизатора задать две разные адрес 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 и номер автономной системы и адрес и номер автономной системы тогда в одном и том же роутинг протоколе я могу объявлять и IPv4 сети и IPv6 сети вот насколько этот механизм удобен вы узнаете если посетите курс роутс с моей точки зрения в общем вполне удобно с ним работать вот все что я хотел рассказать о EGRP теперь что касается протокола OSPF для протокола OSPF очень важным является конкретный тип топологии сети значит какие топологии сети понимает протокол OSPF топология point to point топология broadcast топология non-broadcast топология point to multipoint топология point to multipoint non-broadcast и топология loopback ну и вот здесь показано собственно говоря чем друг от друга отличаются разные типы топологии вот следующий важный момент значит протокол OSPF в качестве метрики маршрута использует специальный оператор который называется COST и равняется он 10 в 8 деленное на бендрис в битах в секунду ну и соответственно вот здесь приведены различные косты для различных линков канал T1 имеет COST 64 Ethernet канал имеет COST 10 Fast Ethernet канал имеет COST 1 Gigabit Ethernet канал имеет также COST равный 1 10 гигабитный канал будет иметь COST равный 1 40 гигабитный канал будет иметь COST равный 1 и 100 гигабитный канал тоже будет иметь COST равный 1 это произошло потому что когда разрабатывался протокол OSPF никто и подозревать не мог что появится канал с пропускной способностью больше 100 мегабит в секунду для того чтобы ситуацию исправить можно использовать специальную команду в протоколе OSPF AutoCost Reference Bandits и указать какое-нибудь число в данном случае 10000 вот соответственно после этого у вас сериальный интерфейс который имел COST 64 будет иметь COST 6476 вот собственно говоря так работает механизм который позволяет изменить форму для вычисления метрики маршрут вот теперь в протоколе OSPF так же как в протоколе EJRP имеются специальные области которые носят название Stab Area но кроме Stab Area которая есть протоколе EJRP есть еще в протоколе OSPF Total Stab Area Not Stab Area и Total Not Stab Area соответственно в чем особенность этих областей в Stab Area запрещены объявлять маршруты типа 5 в Total Stab Area запрещено объявлять маршруты типа 3 4 и 5 соответственно те из вас кто с протоколом OSPF знаком сразу же зададут вопрос 3 4 и 5 это любые маршруты которые поступают из RIA 0 тогда спрашивается как же маршрутизатор R3 попасть в RIA 0 для того чтобы ответить на этот вопрос в Total Stab Area объявляется маршрут по умолчанию вот соответственно в этом случае в этой области если она Total Stab Area у меня имеются только внутренние маршруты о маршруты и плюс маршрут по умолчанию который имеет тип 3 вот ну соответственно если у меня имеется Total Stab Area в которой к пограничному маршрутизатору подключен другой роутинг протокол EJRP например в этом случае в SPF я должен EJRP передистрибутировать в этом случае у меня в Area 1 появятся маршруты типа 5 маршруты типа 5 под Total Stab Area распространяться не могут для того чтобы эту проблему разрешить была разработана специальная область которая называется Notso Stab Area в этом случае тогда регистрибутированный маршрут получит не тип 5 а тип 7 тип 7 распространять по этой области можно как только маршрут попадает на пограничный маршрутизатор на IBR он преобразует тип маршрута 7 в тип маршрута 5 и дальше уже ни в какую стабе эти маршрутизаторы эти маршруты не пойдут вот кроме этих особенностей существует еще разновидность USPF протокола которая называется USPF версия 3 используется и для IPv4 и для IPv6 точно так же применяется адрес FEMIN соответственно следующий элемент который рассматривается в курсе ROAD это редистрибуция обмен маршрутами между разными роутинг протоколами соответственно на этом слайде показаны разные типы обмена маршрута значит возможно односторонний обмен маршрута из протокола в протокол B на одном маршрутизаторе возможно на двух маршрутизаторах возможно двухсторонний обмен на одном маршрутизаторе и возможно двухсторонний обмен на двух маршрутизаторах Из всех этих вариантов самый неприятный, когда мне нужно делать mutual redistribution, двухсторонний обмен на двух маршрутизаторов. Потому что это единственная ситуация, в которой могут образовываться маршрутные петли и нужно уметь с этими маршрутными петлями бороться. Собственно это все в курсе роута изучается. Кроме всего прочего, в курсе роут изучается механизм, который называется Policy Based Routing. Policy Based Routing это способность маршрутизации без использования таблицы маршрутизации. Для маршрутизации используются не адреса получателей, а адреса источников. Вот, соответственно, Policy Based Routing это статический способ управления маршрутами. Для того, чтобы его поддерживать динамически, используется протокол, который называется Service Level Agreement Protocol. Ну и наконец, другой способ маршрутизации по правилам это использование протокола BGP. Соответственно, в курсе роута изучаются не все механизмы, которые входят в BGP, а только то, что показано на этом слайде. Вот, рассматриваются интерьер BGP и экстериор BGP. Рассматриваются таблицы соседей, таблицы BGP, таблицы маршрутизации, как они взаимодействуют друг с другом. Рассматриваются атрибуты протокола BGP, такие как VES, Local Preference, ASPATH, Multidiscriminator для выбранной лучшего пути. И рассматриваются основы фильтрации маршрутов протокола BGP с помощью ASPATH, Access Listов и префикс-листов. Ну и наконец, использование протокола MPBGP для IP версии 4 и IP версии 6 также рассматривается. Значит, на что я хотел бы обратить ваше внимание. На то, что вы в курсе роут о протоколе BGP ничего не узнаете о следующих элементах. Использование атрибута Origin не рассматривается в курсе. Использование атрибута Community в курсе не рассматривается. Способы суммирования маршрутов в курсе не рассматриваются. Расширенный способ использования префикс-листов для фильтрации маршрутов также не рассматривается. Механизм Road Reflector Confederation также не рассматривается. Использование Peer Group не рассматривается. использование механизмы bidirection forward detection которые используются для уменьшения времени конвергенции в курсе не рассматриваются вот поэтому по-настоящему для того чтобы изучить протокол биджи пи я вам рекомендую записаться на пятидневный курс биджи пи версии 4 ну и кроме всего прочего в данном же курсе рассматриваются следующие механизмы использование трансляции с помощью над виртуал интерфейс для упрощения процедуры трансляции и обеспечение безопасности при обмене маршрутами то есть аутентификация в протоколах ей g rp ospf и биджи вот собственно говоря на этом наши рассмотрения закончены если есть какие-то вопросы пожалуйста задайте их вот если вопросов нет тогда я готов с вами попрощаться